Всем привет! Сегодня поговорим о новинках этой весны. В некоторых случаях это будет полноценный обзор, потому что кое-что из того, что у меня появилось, я уже попробовала, а частично это будет распаковка. Если вам интересно, что же свежего, стоящего и такого новенького появилось на косметическом рынке, то обязательно оставайтесь со мной. Поехали! В самом начале мы поговорим о бренде Catrice. Это то, что я сама приобрела в магазине. Меня очень сильно интересовал вот этот консилер. Как только я увидела его в интернете, я начала за ним охотиться. Он буквально везде распродан и наконец-то я увидела его на полке, схватила, пришла и на следующий день сразу же всем этим накрасилась. Если вы помните, то одно время на протяжении нескольких лет я пользовалась их камуфляжем для лица, не под глаза, а именно для маскировки каких-то несовершенств. И вот это средство это что-то интересное, что-то, что обещает нам плотное покрытие, невесомую текстуру. И также я видела несколько хвалебных обзоров, в которых девушки наносили это средство под глаза и говорили, что это один из лучших консилеров на рынке, что он абсолютно не сушит, при этом все классно скрывает. И я вынуждена сказать, что под глаза он не годится. Ну, подождите, давайте начнем с упаковки. У MAC есть что-то похожее, у меня никогда не было того консилера, поэтому к этому мне нужно было приспособиться. Средство очень жидкое, оно буквально выливается, с ним нужно осторожно обращаться, иначе вы все заляпаете вокруг. И под глаза он мне категорически не понравился. Он подчеркивает все складочки, но у него действительно шикарная пигментация. Он, правда, скроет все, что вам нужно, все, что вы захотите. Он наносится настолько тонко, он не сливается с кожей, но он менее заметен, чем все остальные корректоры. Я бы назвала это средство корректором. Именно поэтому я не стану использовать его под глаза. Мне жалко эту нежную область, эту кожу, которая и так вечно пересушенная. Я пробовала с разными кремами. Не знаю, то ли к сожалению, то ли к счастью, все-таки для лица это идеальное средство. Если вы хотели знать мое мнение, то как-то так. Дальше довольно странные, еще более спорные не то бронзеры, не то хайлайтеры, но мне настолько понравились оттенки, что я не смогла выбрать. Я купила целых два, о чем я немного жалею. Меня подкупила также отдушка. Довольно приятный, кокосовый, натуральный такой летний аромат. И вот этот светлый я использовала чаще. Сейчас расскажу почему. У них такая интересная желейная текстура. То есть это и не сухой продукт, и не кремовый, и не муссовый. Это что-то влажное по ощущениям. И на коже оно застывает. Но проблема состоит в том, что эти средства вообще не хотят дружить ни с одним тональным кремом, который есть, ну, во всяком случае у меня. И вот если с этим светлым оттенком у нас хоть как-то складываются отношения, когда я наношу его спонжем и при этом все аккуратненько растушевываю, то с темным все очень печально. Потому что он забирает мое тональное средство, и это выглядит не то чтобы не очень красиво, это выглядит очень некрасиво. Хотя оттенок такой золотисто-бронзовый. Я все-таки придумала, как я буду их использовать. Я просто возьму небольшое количество одного или второго средства, возможно, все это смешаю, и добавлю в свой бальзам для тела или крем для тела. Это неплохо перемешивается, при этом это стойко. И на загорелом теле или на автозагаренном все будет смотреться очень красиво. Здесь нет никаких блесток, это очень красивое сияние. И мне жалко, что пока что у нас с ними, ну, вообще дружба не заладилась. Я буду дальше пробовать. И еще я купила палетку. Причем она такая потертая, не потому что я пользовалась ею так много раз. Она была такой в магазине. Они пользуются популярностью. И я скажу честно, что я забрала последнюю. Упаковка здесь очень бюджетная. У тех же катрис есть пластик поприятнее. Я не знаю, с чем это связано. И в коллекции есть также холодная подборка оттенков. Я взяла вот эту, потому что мне больше идет именно теплая цветовая гамма. Я думаю, что вам точно так же, как мне на первый взгляд, сразу понятно, что при помощи этих теней мы не выполним супер яркий, насыщенный вечерний макияж. Но для полудымчатых, таких полупрозрачных, нейтральных, нюдовых макияжей это такой средний, хороший вариант. То есть я не могу сказать, что у них супер пигментация, супер насыщенные цвета. Но когда я воспользовалась этими тенями, я поняла, что да, мне нравится, как это выглядит. Это смотрелось дорого, благородно. Кстати, я недавно снимала видео о домашнем уходе. На мне именно там вот эти тени. И также я снимала часть влога. Вам понравился макияж, вы просили его повторить. То есть это говорит о том, что спрос на такие оттенки, на такие макияжи однозначно есть. Мне нравится, что здесь есть не только теплые оттенки, а также вот такой тауповый. Большая часть из них это или шиммерные, или сатиновые. Еще здесь есть очень красивый оливковый и нейтральный для складки века. Очень красиво выглядит вот этот оттенок в уголке глаза. Он менее насыщенный, чем тот, который сегодня на мне. Об этих тенях мы тоже поговорим чуть позже. И я говорю этой палетке, да, для меня лично это типичный хорошист. То есть по цветам вы уже смотрите сами, но качество очень среднее. И эти тени могут осыпаться. Но также говорю о том, что при помощи этих теней можно выполнить довольно красивый макияж. Недавно я жаловалась вам на свою ужасную аллергию. Это была реакция на маску. И тогда, когда я снимала влог без косметики, это были еще цветочки. Я вставлю вам несколько кадров того, как выглядела моя кожа неделю тому назад. Чтобы вы понимали, что это может случиться с каждым. Это выглядело как страшное акне. Но в этом нет ничего стыдного, ничего критичного и смертельного. Просто в таких ситуациях нельзя все пускать на самотек. Нужно обращаться к специалистам и пользоваться косметикой, которая дополнительно не будет раздражать вашу кожу. Именно поэтому я хотела бы поддержать акцию, которую проводит бренд La Roche-Posay. Это один из моих самых любимых брендов уходовой косметики. И сейчас они проводят акцию, которая называется «Сезон аллергии». Если вы видите, что ваша кожа раздраженная, она краснеет, шелушится, есть зуд, то, возможно, у вас аллергия. И сейчас на сайте La Roche-Posay есть возможность пройти бесплатную консультацию у аллерголога. Вам просто нужно зарегистрироваться на сайте La Roche-Posay. Я оставлю всю нужную информацию и все ссылки в инфобоксе. И потом в категории «Яндекс. Здоровье» вы пройдете такую консультацию абсолютно бесплатно. Также в рамках вот этой акции «Сезон аллергии» до 25 июня вы можете сдать анализ крови для того, чтобы проверить, на что же конкретно у вас аллергия. У бренда La Roche-Posay есть специальные диагностические центры-партнеры, где вы можете это сделать. То есть вы получите результаты анализов бесплатно. И сейчас в аптеках есть доступные наборы из линейки «Толериан Ультра». То есть это специальная линейка, которая предназначена для аллергиков, для всех тех, у кого чувствительная кожа. И спасибо, что мне тоже прислали ее. Я буду пробовать. У меня есть один крем. Я его сюда принесла. Я пользовалась им после пилингов, когда нужно было все самое нежное, при этом хорошо восстанавливающее защитные функции кожи. Видите, что он такой хорошо попользованный. И сейчас, когда с моей кожей все было плохо, утром я пользовалась именно этим кремом. Что же обходит в набор? Здесь такая миниатюрка мицеллярной воды. Очень милая флюид для дневного использования. Кстати, то, чем я пользовалась зимой, это именно версия «Риш». Она больше подойдет для холодного времени года. Что тут еще? Ночной уход. Все это из линейки «Толериан». О, кстати, даже крем под глаза. Она хорошо увлажняет, она успокаивает кожу, снимает раздражение и усиливает защитные функции нашей кожи. И такие наборки сейчас доступны бесплатно в аптеках. Вы также можете заказать их на сайте La Roche-Posay. При этом вы оплачиваете только доставку. И еще у La Roche-Posay есть вот такие промо-наборы. По сути, вы платите только за вот этот флюид. А бесплатно получаете внушительную миниатюру мицеллярной воды и уход под глаза. Спасибо большое, я буду знакомиться. А для вас всю информацию я оставляю в инфобоксе. Продолжаем. Чем же таким я сегодня накрашена? На губах у меня карандаш и помада из последнего видео о бюджетных находках. У меня от них зависимость. Я считаю, что это выглядит очень-очень красиво. Еще лучше ощущается на губах. Если вы пропустили это видео, то советую посмотреть. Там много всего интересного. А тени, вот вы никогда не угадаете. Ни за что. Потому что я сама даже не знала, что у этого бренда есть декоративная косметика. И я не видела ни единого обзора на тени от бренда. Внимание! Хеймиш! Я впервые получила пиар-рассылку от них. Кстати, я забыла вам сказать, что в конце будет очень классный конкурс. Поэтому оставайтесь со мной до конца. И сегодня я накрасилась вот такой палеткой. Я не знаю, сколько она стоит. Я не знаю, где она продается. Я оставлю вам ссылку на интернет-магазин в Украине. Потому что со мной связалось именно представительство в Украине. И они спросили, что бы я хотела попробовать. Я покажу вам, что же еще я выбрала. И когда ко мне приехали эти тени в вот такой упаковке, я ее немножко потрепала. Я не могла дождаться, когда я ее открою. Поэтому я так брутально все вскрыла. Это очень красиво. Но вторую упаковку, вторую палетку я оставила в первозданном виде. Полюбуйтесь. Правда, это красиво. Вот я визуал. Я люблю, чтобы косметика, которой я пользуюсь, не просто хорошо работала, но еще и красиво выглядела. Здесь упаковка очень прочная. И все это выглядит так, ну, недешево. Я подозреваю, что это не совсем бюджетная косметика. Ну, сами оцените, как эти тени выглядят на глазах. Казалось бы, абсолютно базовая подборка оттенков. И так оно и есть. И опять же, это более теплая цветовая подборка оттенков. Но также сегодня мы рассмотрим розовую. Я пока что ее не пользовалась. Скажу о вот этой. Я давно не испытывала такого удовольствия от теней. От того, как они тушуются. От того, как они наносятся. И вообще, сами по себе оттенки, казалось бы, такие обычные. Но на глазах они смотрятся очень красиво. Я еще раз скажу это слово благородно. Этот макияж, но не совсем дневной. Для кого-то это норма. Для меня это более интенсивный макияж. Но я не могла остановиться. Мне хотелось тушевать. Мне хотелось играться. И это такая плавная растушевка. Даже если где-то что-то там пошло не так. Раз, пальцем подтерло. Окей, их можно наслаивать. И здесь в палетке три матовых оттенка. Остальные сатиновые. Вот эти два очень похожи друг на друга на веки. Но если вы очень светленькая, то для вас это будет идеальный перелет. Переходной оттенок. И они такие приятные в использовании. Вот честное слово. Вот этот темный. Он также наслаивается. То есть с первого раза у вас не получится, как с тенями от Анастасии Беверли Хиллз. Но это абсолютно не то же самое, что Катрис. Давайте друг друга так же понимать. То есть это такое качество, как я люблю. Я решаю, насколько сильным, интенсивным будет мой макияж. Сильным, наверное, это не самое подходящее слово. Но вы понимаете, о чем я говорю. Единственная претензия у меня к вот этому оттенку. Кстати, тени переносятся на века гораздо лучше, чем они сводчатся. Так вот, вот этом, я даже не знаю, как его назвать. Такой розово-красновато-бежевый. Очень красивый. Но в нем есть блестки. И когда я наносила эти тени на века, то блестки куда-то пропадали. Они как бы не цепляются на века. Но и под глазами их тоже нет. Вот такая магия происходит. Для меня это наоборот плюс, потому что я не совсем понимала, зачем они там нужны. И вот этот оттенок очень нарядный. Если сделать какой-нибудь Smoky Eyes, то посмотрите какой он. Он у меня сегодня в уголках глаз. Я просто не ожидала, что он будет настолько па-бам. И я уже не могу дождаться, когда я попробую розовую палетку. Посмотрите, как они сияют. Красиво. Я вам говорю, что на веках они смотрятся красивее, интереснее, чем вы увидите их на сводчах. Одна, обалденная, обалденная, я в восторге. И вторая, я долго не могла решить, какую же из них использовать первой. Потому что я видела ее... Оставайся. В сети, когда я получила посылку, я начала проверять сводчи в интернете. Вот так она выглядит. Здесь также есть кисточка, но кисточкой я не пользуюсь. И вы знаете, она не такая-то и холодная. То есть, вот этот оттенок, это как розовое золото. Он тоже такой шиммерный. Его нужно наносить пальцем. Я так буду делать. Ух ты, как они красиво переливаются. Но это прямо блестки, блестки. То есть, самой базы здесь, как таковой, немного. Эти тени, вот эти, вот эти, скорее всего, тоже наносятся на уже готовый макияж. Именно для придания блеска. Но они очень красиво отражают цвет. И вот этот оттенок, он однозначно рыжий. То есть, такая медь. Но в сочетании с розовым это будет очень-очень красиво. Я люблю такие оттенки. И я обязательно попробую эти тени. Потому что после затеста предыдущей палетки у меня уже чешутся руки. Напишите, слышали ли вы о декоративной косметике Хеймеш. Может, я одна тут отстала от всего мира. И вы давно уже всем пользуетесь. Но качество меня прямо очень сильно удивило. Еще от бренда Хеймеш у меня есть два средства. Это гидрогелевые патчи с болгарской розой. Это то, что я очень сильно люблю. И без патчи я не представляю свою уходовую рутину. А об этом средстве я вам уже рассказывала. Я покупала его самостоятельно. Вот эта новая упаковка. И она отправляется в подарок вам. В L'Oreal прислали мне столько помад, что я аж обалдела. Это, по-моему, вся линейка вот этих знаменитых, суперстойких матовых помад. Rouge Signature. Я не знаю, зачем мне столько, но спасибо большое. Я пользовалась некоторыми из них. Я в инстаграме спрашивала вас, как вы думаете, какие оттенки я оставлю себе. И, конечно, вы угадали. Это вот такой пыльно-розовый. Также мне понравился красный. Вот какой из них. Вот этот более насыщенный. И еще вот такой смелый коричневый. Причем здесь есть как яркие оттенки, так нюдовые, спокойные розовые, насыщенные фиолетовые. Вот этот к нему у меня как-то, не знаю, не дошли руки. Знаете почему? Потому что сейчас весна, хочется чего-то нежного. А вот это такие цвета, которые больше пользуются спросом. Ну, у меня лично именно в холодное время года. Эти помады очень отличаются от тех, к которым мы привыкли. То есть, очень часто матовые помады и такие суперстойкие, они плотные, они жидкие, но все-таки ощущаются на губах. А это что-то супер невесомое. И эта помада не ощущается на губах. Она не стягивает. Если сравнивать со всеми остальными, которые, знаете, вот как приклеятся, так и держатся целый день. Она имеет суперпигментацию. Даже не она, а они, потому что все помады из этой коллекции. И я сейчас сделаю сводч и останусь с ним, ну, не навечно, но на несколько дней так точно. Потому что эти помады тинтуют губы. И даже когда она сходит с губ, то оттенок отличается от первоначального, но это все равно такой яркий цвет. Если вам нужна какая-то помада, которая не будет превращать ваши губы в изюм и которая будет очень долго держаться, то советую присмотреться. У меня самый любимый оттенок 105. Также в подарок вам достаю два оттенка. Пусть будет вот такой нюдовый и насыщенный малиновый. Я их не открывала, не сводчила. Так что вы вместо меня попробуйте. У меня только одни губы. И я думаю, что вам тоже понравится формула. Огромная посылка от бренда Everline. Спасибо большое. Мне приятно быть замеченной. Я показывала вам эту новинку в инстаграме, но пока что еще не пользовалась. Все потому, что я терплю и хочу снять первое впечатление. Если вы за, если вы со мной на одной волне, то поддержите меня пальчиком вверх. Будем вместе смотреть, как это все работает, как наносится, тушуется. Но Everline в последнее время очень сильно радует. И на первый взгляд эта палетка очень сильно напоминает Naked Heat. Да, по-моему, эту не Reloaded, а именно Heat. Кстати, вот последней у меня нет. Я не знаю, может, стоит купить. Тоже жду от вас информации. Значит, здесь такая прочная упаковка. Кстати, такая достойная. Хорошее, качественное зеркало. И оттенки очень красивые. И базовые, и такие более трендовые, красноватые. Сейчас самые модные розовые. Но я осторожно подхожу к этим, ко всем тенденциям. Мне нравятся эти цвета. И сейчас я вижу, что здесь есть и розовое золото, и нейтральные, такие растушевочные, шиммерных. По-моему, нет. Это более сатиновое. Я не хочу ее даже трогать пальцами. Здесь также есть кисть. Вот такая. Давайте попробуем как-то. Сделаю собиралку. Что вы скажете. Очень крутой запуск. Сама не могу дождаться, когда всем этим накрашусь. Также в посылке маска для волос с кокосом. Все еще закрыто. Завтра воспользуюсь. Ой, я сейчас вспомнила, что я отсюда достала и забыла принести. Пахнет пинаколадой. Буду мазаться и надеюсь, что я не опьянею. Там был автозагар. Не там, а здесь. Был автозагар, и он имеет очень насыщенную сладкую отдушку. И благодаря этому не особо ощущается запах самого автозагара. Оттенок у автозагара приятный. Человеческий, не оранжевый, не оставляет разводов. Его можно наслаивать. Просто нужно использовать несколько дней подряд. И он больше пахнет, чем тот, который я недавно вам показывала. Что-то еще хотела добавить. Да, что он в форме такого молочка. То есть он еще и ухаживает за нашей кожей. В отличие от того второго. Он вот там стоит. Я сейчас его вижу. Также в посылке здесь есть хайлайтеры. И вот их я уже сводчила. Вот такие запеченные. И сделаем опять же тест-драйв. Так как я не могу все сразу на себя намазать и сидеть вам тут показываться. Один из них очень светлый. Он не для меня. Такой прямо белый. Не белый. Жемчужный. Давайте все называть правильно. И второй. Вот этот вот, скорее всего, я как раз и буду наносить на себя. Он золотистый. И мне он нравится гораздо больше. Но это не такой хайлайтер, который вот просто нанесла, не задумываясь. Его нужно втирать в кожу, чтобы он как бы вполировался в кожу. И тогда он очень красиво сияет. Но на моей руке так точно. А на лице будем посмотреть. Вы смеетесь, когда я говорю так, но это фразочка моего папы. Я в курсе, что это неправильно. Также здесь есть вот такое средство. Это хайлайтер для тела. Вы представляете, настал тот момент, когда у нас появился еще и хайлайтер для тела. Он в форме спрея. Окей. Почему он такой рыжий? Нет, когда наносишь на кожу. Ух ты, как приятно он пахнет. Ну, так же, как автозагар, только без подтона, под запаха автозагара. И здесь блестки, блестки, блестки. Я не вижу, чтобы было именно сияние как от хайлайтера. То есть все так довольно нежно. Это как уход, что ли? В общем, я буду этим пользоваться. Пока что я еще не загорала. Ну, посмотрю. Еще из той же линейки масло для загара. Я не вижу, чтобы здесь был SPF. Я с моим светлым телом не могу себе такое позволить. Но Томику точно понравится. Он намазывается всем, что притягивает солнечные лучи. Всегда обгорает. Говорит, что он очень классно загорел. А потом, Оля, спасай, намажь меня чем-нибудь. У каждого свой подход. Также марка NARS порадовала меня своими хитами в честь своего 25-летия. И здесь некоторые средства из тех, которые я знаю. А часть я оставлю для конкурса. Вот этого хайлайтера у меня никогда не было. Он довольно темный. Оттенок я напишу внизу. Но, опять же, я надеюсь загореть. Мне нравится, когда тело немножко загорелое. И вот сейчас я сижу, скорее всего, перед этими лампами. И декольте красное очень жарко. Поверьте мне на слово, что очень жарко. Оттенок такой золотистый. Без каких-то блесток. Это очень красивое равномерное сияние. Если наносить в небольшом количестве, то даже на таком оттенке кожи, как у меня сейчас, все смотрится очень даже неплохо. Но мне нравятся немножко другие цвета. И у того же NARS однозначно они есть. Здесь вот такая база. Это сияющая база с SPF 35. Мне нравятся такие средства. Так как это два в одном. Я в курсе, что если поверх SPF наносить еще что-то, то SPF не настолько высокий. Но я заметила, что я не сгораю. Пигментные пятна не появляются. Так что из двух зол выбираю что-то такое. Вот эта база очень приятная. Она легкая. Она практически не ощущается. Цвет у нее розовый. Я уже пользовалась этим средством. И на нее хорошо наносятся все последующие средства. Причем мне кажется, что она, знаете, как бы сияет. Но это не хайлайтер. Это гелеобразная такая формула. И она застывает. Она не выглядит жирным блином. И также не дает вот этого ощущения жирности на лице. И благодаря такому оттенку сразу лицо выглядит более свежим. И вот это сияние из-под тонального крема. Это, как мне кажется, сейчас основной тренд, когда кожа светится здоровьем. А не видно, что она накрашена каким-то сияющим средством. В посылке был еще и тональный крем. Я о нем довольно редко говорила. Знаете почему? Потому что он у меня был в очень светлом оттенке. Вот такие элегантные упаковки красиво выглядят до первого использования. Когда ты чем-то пользуешься, то потом просто все это выглядит так неопрятно. Поверьте мне, что их очень сложно отмыть. Это не я такая неряха. Тональное средство с сияющим финишем. При этом оно долго держится. Оно имеет супер плотное покрытие. И для меня это средство на выход. То есть, когда мне нужно все скрыть, он у меня не проваливается в поры, не западает в какие-то морщинки. Когда я улыбаюсь, я очень много смеюсь, шучу. У меня очень многие средства вот здесь собираются. Потому что я часто с улыбкой на лице. Наверное, это даже хорошо. И я не боюсь каких-то складок. Это все наши эмоции, наша мимика. Бог с ним. У меня оттенок... Не знаю. Напишу, я не знаю, как это прочитать. Девиле. Короче, я не проверяла. Простите. И он мне подходит хорошо, когда я чуть-чуть на авто загарюсь. В посылке был еще и консилер. Знаменитый, но он очень темный. Он практически персиковый. Так что, нет. Зато красивейший хайлайтер. Я его не открывала. Он у меня был в оттенке капри. Вот он универсальный, такой ванильный. У меня есть форде франц. Он чуть более желтый. То есть, тоже такой, который многим подойдет. Но вот этот, как мне кажется, самый-самый универсальный. И его я отправляю в подарочек вам. И последнее, что было у меня в посылке от Nars. Это средство для разных применений. То есть, это хайлайтер. Как я понимаю, оттенок Копо Кабана. Копо Кабана. Написано Копо Кабана. Как правильно читается? Оля Деревня. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Он очень светлый для меня. К сожалению, увы и ах. У него холодный подтон. Я знаю, кому я его подарю. В любом случае, спасибо бренду. Вот такое что-то есть. Но я предпочитаю или классический хайлайтер, или вот такой жидкий. Со стиками мне довольно сложно справиться. Я признаюсь честно. И не все стики на мне хорошо работают. Я не знаю, как этот себя поведет. Но оттенок точно не мой. Все. На этом я буду заканчивать. А, конкурс. Условия участия, как обычно, самые простые. Но призы в этот раз у нас очень классные. Щеточка от бренда Foreo. Я вам обещала. Такой же набор от La Roche-Posay. Как у меня. У меня их два. Это хайлайтер от бренда Nars. Вот этот мист от бренда Heimish. И это еще не все. Также я приберегла для вас целых три нетронутых помады от бренда Estee Lauder. Это та линейка, которую я нахваливала. Мое мнение по-прежнему остается тем же. Они комфортные. Они супер насыщенные. Они стойкие. Они немножко тинтуют губы. Они так комфортно ощущаются на губах. Это приятнейшая кремовая текстура. И я выбрала для вас интересные разные оттенки. Я просто постаралась поделиться с вами тем, что мне нравится, чем я пользуюсь сама. И еще у нас вот эти две помады от L'Oreal. Вы видите, как много теней я сама покупаю. Что-то мне приходит в пиар-рассылках. Что-то мне дарят. И есть у меня вот такая палетка от бренда Civa. С нейтральными оттенками и более смелыми. Здесь также присутствует модный розовый. И вот такой фиолетовый, благодаря которому вы сделаете очень красивый вечерний макияж. Я уверена, что эта палитра позволит вам поиграться, поэкспериментировать. И также выполнить повседневный нейтральный макияж, который подойдет и понравится всем. Здесь есть матовые, сатиновые оттенки. И вот такие более шиммерные, более смелые. Но вот эта гамма абсолютно каждой из вас подойдет и понравится. Вот такой классный, как мне кажется, набор сегодня я разыгрываю среди вас. Просто для того, чтобы сказать вам спасибо за то, что вы со мной. И пожелать вам хорошего весеннего настроения. Я очень сильно прошу вас не оставлять больше, чем один комментарий. Мне кажется, что так будет честно. Не у всех есть время, чтобы писать сотнями комментариев. И увеличивать вероятность своего выигрыша. Я хочу, чтобы все было по-честному. Обязательно проверяйте результат розыгрыша в других конкурсах. И я немножко каждый раз, я обещаю себе не затягивать, но всегда опаздываю. Прошу меня простить. Если так происходит, то на это есть причины. Также был конкурс Ларош Пазе, который я организовывала весной. Если кто-то еще пропустил свой выигрыш, то обязательно отпишитесь мне. Я в верхнем комментарии опубликую еще раз список всех выигравших миниатюры сыворот. Так если вдруг кому-то она не доехала, то отзовитесь на указанную почту. Все обязательно вам пришлют. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.